Нижегородский метрополитен до 1990 года именовался как Горьковский метрополитен. Хронологически является третьим метрополитеном в России, первым в Приволжском федеральном округе и десятым в СССР. Действуют две линии и 14 станций. Длина линий составляет около 19 километров. Среднесуточный пассажиропоток составляет 102 тысячи человек. По числу станций Нижегородский метрополитен занимает третье место в России после Московского и Петербургского. В Нижегородском метрополитене на данный момент существует две линии – Автозаводская и Сормовско-Мещерская. На них осуществляется вилочное движение поездов. Со станции Парк Культуры одна часть поездов идет до станции Горьковская, а другая – до станции Буревестник. Обе линии обслуживаются единственным депо ТЧ-1 Пролетарская. В планах строительство второго депо для поездов Сормовско-Мещерской линии. Первый пусковой участок Нижегородского, тогда еще Горьковского метро, от станции Московская до станции Пролетарская, был открыт 20 ноября 1985 года. Стоимость проезда в Нижегородском метро составляет 20 рублей. Открытие станции Горьковская произошло 4 ноября 2012 года в составе участка Московская-Горьковская. Свое название получила по одноименной площади и улице в честь русского и советского писателя Максима Горького. За основу дизайна разработчики взяли образ птицы Буревестника из произведения Максима Горького. Этот лейтмотив стал основным при оформлении станции. Стилизованные под крылья символичные птицы, подсвеченные, расходящиеся от колонн к потолку арки скобы, объединяют центральный зал и посадочные платформы станции, которые украшены художественным мозаичным панно. На них изображены виды на Нижний Новгород с реки. Станция Московская открыта 20 ноября 1985 года в составе первого пускового участка Московская Пролетарская. Свое название получила по железнодорожному вокзалу и Московскому шоссе. В проекте имело название Московский вокзал. Путевые стены отделаны красным и белым мрамором, образующим узор в форме зубцов стены Московского Кремля. Московская является самой большой станцией в России. Сама станция уникальна. Это единственный пересадочный узел, на платформах которого проходят сразу две линии метро – Автозаводская и Сормовско-Мещерская. На данный момент на станции осуществляется вилочное движение. По путям, расположенным в середине станции, часть поездов идет на Горьковскую автозаводской линии. А на одном из боковых путей поезда меняют направление движения и едут уже в сторону станции Буревестник – Сормовско-Мещерской линии. С введением эксплуатации станции «Стрелка» обе линии Нижегородского метро станут полностью независимыми друг от друга, так как отпадет необходимость менять направление движения поездов. Открытие станции «Чкаловская» произошло 20 ноября 1985 года. Своё название получило по улице Чкалова. Станция оформлена относительно просто. Практически всё пространство занимает пабелённый свод, за исключением небольшой полосы путевых стен, отделанной красным мрамором. Светильники вытянутой формы расположены в два ряда вдоль центральной оси свода. Благодаря карнизам на своде центральная часть свода, окрашенная в голубоватый цвет, освещена более ярко. Пол выложен коричневым мрамором. В одном из вестибюлей находится бюст Чкалова. Станция «Ленинская» открыта также 20 ноября 1985 года. Своё название получило по одноимённому проспекту. Свод станции полностью побелён, украшен нишами, расширяющимися от путевых стен к вершине свода. Цоколь облицован полированным чёрным мрамором. На своде два ряда оригинальных светильников трапециедальной формы. Подземные вестибюли оформлены рядом керамических панно на тему «Ленин и Октябрьская революция». В одном из вестибюлей 17 декабря 2012 года был поставлен бюст метростроителем в честь 35-й годовщины начала строительства Нижегородского метро. Станция «Заречная», открытая в составе первого участка Нижегородского метро, получила своё название по «Заречному бульвару» и гостиница «Заречная». Путевые стены отделаны необычной рельефной плиткой голубого цвета из шестиугольной формы, имитирующей волны. Рифлённые колонны белого цвета имеют круглую форму, вертикальные полосы на колоннах коричневые. Пол выложен светло-коричневым гранитом и белым мрамором. Стены кассового зала украшены панно с картинами подводного мира и мотивами Нижегородского эпоса. Вестибюль отделана голубоватой глазурной плиткой. Открытая 20 ноября 1985 года станция «Двигатель революции» получила своё название по имени бывшего машиностроительного завода «Двигатель революции», находящегося рядом со станцией. Ныне предприятие называется ОАО «Румо». Путевые стены отделаны жёлто-серым мрамором кибик кордонского месторождения. Пол отделан тёмно-серым гранитом. Колонны белого цвета заметно расширяются кверху. Над сводами и платформами размещены цветные мозаичные панно, выполненные в технике римской мозаики. Станция «Пролетарская» получила своё название в честь советского пролетариата, поскольку расположена в рабочем районе. Колонны и путевые стены станции отделаны желтоватым мрамором. На широких колоннах есть вертикальные углубления со стороны платформ и центрального зала, отделанные розовым мрамором. На стенах также есть углубления с мрамором различных оттенков красного цвета. Пол выложен серым и красным гранитом. Светильники скрыты в ребристом потолке. В отличие от других колоннах станций Нижегородского метрополитена ярко освещен не только центральный зал, но и посадочные платформы. Над входами на платформу расположены две композиции скованной меди на тему труда и мира. Открытие станции «Автозаводская» произошло 8 августа 1987 года в составе второго пускового участка Нижегородского метро от станции «Пролетарская» до станции «Комсомольская». Своё название получило от расположенного рядом Горьковского автомобильного завода. В проекте имело название «Северная» по названию «Северный проходной газ». Пол станции выложен серым гранитом, пересекаемым вставками из чёрного мрамора. Колонны квадратные отделаны серым мрамором. По верхней части путевых стен выложено панно на тему автомобилестроения. Станция «Комсомольская» была открыта также 8 августа 1987 года. Станция «Колонная» — трёхпролетная мелкого заложения. Рядом со станцией находится Горьковский автомобильный завод. Станция названа в честь расположенной рядом «Комсомольской проходной газ». Имеет два подземных вестибюля для входа и выхода пассажиров. На данный момент у станции работает один вестибюль. Второй вестибюль был закрыт из-за низкого пассажиропотока в 90-х годах. Колонны выполнены из белого мрамора. Название «Комсомольская» на путевых стенах выполнено металлическими буквами, шрифт которых очень похож на шрифт заголовка газеты «Комсомольская правда». Открытие станции «Кировская» произошло 15 ноября 1989 года в составе третьего пускового участка Нижегородского метрополитена от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». Своё название получило в честь Сергея Мироновича Кирова, по расположенному рядом проспекту Кирова. Путевые стены станции отделаны мрамором темных тонов, сверху и снизу окаймленные белым мрамором. Колонны квадратной формы из белого мрамора с оставками из серого мрамора. Пол выложен бежевым мрамором и серым гранитом. «Кировская» – одна из двух станций Нижегородского метрополитена, название которой на путевых стенах выложено из мрамора. Подобная технология применена на станции «Канавинская». Станция «Парк культуры» – 10-я станция Нижегородского метрополитена, конечная автозаводской линии. Названа в честь находящегося рядом автозаводского парка. Открыта 15 ноября 1989 года. Станция односвочатая мелкого заложения, имеет два подземных вестибюля. Побеленный свод, который посередине украшают массивные люстры с натриевыми оранжевого цвета лампами. Тема отдыха нижегородцев отражена в двух панно, которые расположены при входе на станцию. В 2013 году оранжевые лампы были заменены на холодные белые. От этого вестибюль станции стал более мрачным и темным. Станция «Канавинская» – 11-я станция Нижегородского метрополитена, расположенная на Сормовско-Мещерской линии между станциями «Московская» и «Бурнаковская» и названная по находящемуся неподалеку селу позднее города Канавина. Станция открыта 20 декабря 1993 года. Станция мелкого заложения односводчатая, имеет два подземных вестибюля. Станция «Бурнаковская» открыта 20 декабря 1993 года. Станция мелкого заложения колонного типа, имеет два подземных вестибюля. Одна из двух станций, сданных в эксплуатацию при Борисе Немцове. Восьмиугольные колонны выложены белым мрамором. Стены выкрашены красной краской. Снизу выложены красной фигурной черепицей. Пол выложен темным гранитом, пересеченным полосами белого мрамора. «Бурнаковская» – первая станция Нижегородского метрополитена, на которой название станции, указатели вход и выход и указатели станций на путевых стенах выполнены из самоклеящейся пленки. Станция «Буревестник» открыта 9 сентября 2002 года. Станция «Наземная», «Крытая», имеет один выход напротив главной проходной Нижегородского машиностроительного завода на Сормовском шоссе. Стены и колонны станции отделаны белым и черным мрамором. Пол выложен светлым гранитом. Потолок оформлен металлом и пластиком. В потолок встроены светильники. Название станции выполнено из самоклеящейся пленки. Сама по себе станция не расположена в оживленном районе города. Однако ввиду того, что на данный момент станция является конечной, она используется для пересадки на автобусы, троллейбусы и трамваи в направлении Сормова. Метро в Нижнем Новгороде развито не слишком сильно. Из восьми районов города оно присутствует лишь в пяти. Метро в Нижнем Новгород. Метро в Нижнем Новгород. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok